Сани Санта-Клауса попали в небесное ДТП. Любимый олень сбежал от него в неизвестном направлении. Американские дети могут остаться без подарков на Рождество. Кто придет на помощь, попавшему в весьма затруднительное положение сказочному иностранцу? Ну уж явно не эльфы и не миссис Санта-Клаус. Кишка тонка. С такой непосильной задачей, как ловля рогатого скота и починка ржавого драндулета, могут справиться только истинно русская Снегурка и ее друзья. Финалисты первого в истории Курганской области реалити-шоу, основанного на гендерных различиях полов «Трансформация». Финальная схватка трансформеров за главный приз проекта «Новенький скутер» прошла на втором этаже торгово-развлекательного центра «Рио» рядом с зоной фудкорта. Чтобы вручить ключи от двухколесного транспорта самому достойному из претендентов, организаторы шоу решили ребят испытать еще разок. Однако двое участников, Алексей Щитков и Анастасия Золотарева, получили заметное преимущество. За максимальное количество золотых звезд и голосов на сайте Курган.ру они автоматически вошли в тройку лидеров. А Федору Маслову, чтобы обойти остальных конкурентов и попасть в суперигру, пришлось попотеть. Федор признается, когда пришло время драть на себе волоса, вопроса о том, а стоит ли оно того, не стояло. Три месяца тяжелых испытаний закалили студента Курганского государственного университета и научили ничему, вообще ничему, не удивляться на съемках проекта «Трансформация». Сначала Федя проявил силу и мужественность, лишившись части волосяного покрова. Потом обыграл соперников в конкурсе названия однокоренных слов и вот он уже в финальной тройке участников. Когда просил, чтобы у меня голосовали, просил, пожалуйста, пожалуйста, я всех прокачу на скотере, буду выполнять обещания. Кто голосовал, всех поеду катать по Кургану, по раскатике. Буря эмоций, просто шквал целый. Вчера весь день ходил, ничего не понимал просто. Все это в голове просто кружило, я сегодня утром встал, чувствую себя как будто миллионер. И только Федор собирался завладеть в честном бою отвоеванным трофеем, завыступал Санта-Клаус. Федин Скутер, его, видите ли, олень и есть. Но, когда на кону с одной стороны счастье всего американского рода, а с другой стороны бравого русского богатыря Федора Маслова выбирать не приходится. Тем более на сторону Феди все трансформеры встали, а также организаторы реалити-шоу, информационное агентство Курганру и, что самое главное, представители генерального партнера проекта торгово-развлекательного центра Рио. Так что пошел Санта-Клаус в освоясь и своим ходом, без лишних слов и без мешка с подарками, разумеется. Их получили девять первых финалистов первого в истории Курганской области реалити-шоу «Трансформация». Но и это еще не все чудеса. Информационное агентство Курганру приготовило гостям субботнего утренника настоящий новогодний сюрприз – морозильную камеру. Горожане опустили купоны из газеты «Зауральский курьер» и журнала «Телесень» со своими именами в волшебный сосуд и красотка проекта. Анастасия Золотарева вытянула один из купонов. Счастливой обладательницей новенькой морозильной камеры стала мама одной из участниц проекта – Елены Садовой – Нина Супрунова. Волшебство да и только! Ну я пришла голосовать за дочку. Купила «Телесень», опустила. И получилось так, что меня вызывают. Я даже не ожидала, но я обрадовалась очень. Я живу в поселке Северном. У нас там постоянно шампиньоны растут. Это я набираю их. Морозильники не будут у меня лежать. Ягоды у нас выращиваю полностью. И вот на все это морозильная камера меня спасет на зиму. ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»